Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Аглика Лиса. Сегодня я расскажу вам о нашей работе, в которой мы исследовали метаболический ответ кортикальных нейронов, астроцитов и кровеносных сосудов во время лакомоции у мышей. Для того, чтобы оценить метаболический ответ разных типов клеток и кровеносных сосудов, мы разработали метод рамановской микроспектроскопии МИВА, который основан на явлении рамановского рассеяния. Чаще всего при взаимодействии света с молекулами вещества происходит релеевское рассеяние, эластичное, без изменения, без двига энергетического. Рамановское рассеяние характерно для определенного типа веществ, типов молекул, и происходит с изменением, со сдвигом энергетическим, потому что взаимодействующий свет, приходящий свет взаимодействует с вибрационным состоянием внутрихимических связей исследуемой молекулы, и в результате может происходить энергетический сдвиг. Рамановское рассеяние характерно в биологии для определенного типа веществ. Молекул, оно есть у липидов и белков, оксидезоксигемоглобина и восстановленный цитохром, которые заполнены электронами. То есть мы можем исследовать митохондрии и кровеносные сосуды с помощью этого метода. Для того, чтобы определить, записать рамановский спектр, сначала мы идентифицировали тип клеток, с которыми мы работаем, и для этого мы использовали флуоресцентное мечение с помощью разных флуоресцентных белков и доставляли аденоассоциированные вирусы, кодирующие либо зеленые, либо дальнекрасные флуоресцентные белки под клеточно-специфичными промоутерами. Это изображение области, в которой мы работаем во время записи рамановского спектра. Это двухатомные изображения для того, чтобы визуализировать то, с чем мы обычно работаем. Например, более черная область — это кровеносный сосуд нашей области регистрации. Во время эксперимента мы работаем в парадигме с бегом на беговой дорожке и регистрируем эпизоды локомоции и покоя. После регистрации флуоресценции и определения типа клеток мы можем регистрировать рамановский спектр. И здесь показаны характерные рамановские спектры для нейронов-астроцитов. И в одном спектре регистрируется белково-липидный состав — это пики, характерные для белков и липидов, и также разные типы цитохромов. Мы видим, что в условиях покоя уже существуют различия между нейронами-астроцитами. Количество восстановленных цитохромов-астроцитов увеличено по сравнению с нейронами. При этом мы можем сказать, что есть вероятность, что различия существуют в липидно-белковом составе, но эти различия недостоверны, поэтому мы используем липиды и белки в зависимости от качества записи для нормировки наших спектров, потому что мы записываем это всё в рамках одного и того же спектра. Помимо анализа электрон-транспортной цепи, мы также можем регистрировать рамановское рассеяние от оксидезоксикимоглобина. Это спектры, характерные для артериальной и для венозной крови. Здесь показано, как разница между вкладом пиков, которые ассоциированы с оксидезоксикимоглобином, то есть по форме спектра и по интенсивности пиков мы можем определить, с каким типом сосудов мы работаем. Но для того, чтобы определить... Также с помощью нашего метода мы можем определить количество оксигенации. И в наших записях мы видим в нашем распределении по всем сосудам пик в районе 100% и 70% — это, в общем, две группы артериальной и венозной крови. И с помощью нашего распределения мы определили порог, с которым мы работаем, чтобы разделить два типа сосудов. И для этого мы уже не используем никакую флуоресценцию, мы исключительно ориентируемся на рамановский спектр и можем количественно определить количество оксигенации. Также с помощью нашего метода мы можем производить картирование разных типов сосудов. Здесь мы видим, что во время века происходит увеличение оксигенации венозной крови, но не артериальной, потому что она уже достаточно оксигенированная. Но здесь на карте мы можем видеть, что увеличивается диаметр сосудов. Я хочу обратить на это ваше внимание. Это запись 3D-спектров с разверткой по времени. И мы видим, что оксигенация артериальной крови не меняется во время разного поведения, при этом венозная кровь увеличивается, сатурация кислорода увеличивается. Это тайм-трейс, который демонстрирует динамику изменения уровня оксигенации венозной крови, который очень быстро увеличивается и тоже достаточно быстро снижается, но более медленно, чем увеличивается. Эти изменения уровня оксигенации, они статистически достоверны для венозной крови. Мы видим, что в артериальной крови по всем сосудам эти изменения уровня оксигенации практически отсутствуют. При этом интересно отметить, что уровень оксигенации зависит от изначального уровня оксигенации. То есть, чем меньше была изначальная сатурация кислорода, тем больше во время локомоции будет больше увеличение оксигенации в венозных сосудах. Я обратила ваше внимание на то, что мы занаблюдаем изменение диаметра сосудов. Оно более характерно для изменения с большей амплитудой происходит в артериолах, и в частности из-за того, что у них гладкая мускулатура. В венозных тоже происходит изменение диаметра сосуда, но с меньшей амплитудой. Также мы наблюдаем зависимость интересную между изначальным диаметром, до локомоции и зависимостью изменения амплитуды диаметра после локомоции. То есть, чем меньше был диаметр до, тем больше мы наблюдаем изменение диаметра во время локомоции. Помимо кровеносных сосудов мы также можем исследовать разные типы цитохромов. И здесь показана карта клеточной рамановской спектра перевоскулярного астроцита в районе кровеносного сосуда. Во время локомоции мы наблюдаем, что увеличивается степень оксигенации, и у перевоскулярного астроцита также наблюдается увеличение установленных цитохромов. Что происходит с другим типом клеток с нейронами? В астроцитах увеличивается плавное увеличение восстановленных цитохромов, то есть электрон-транспортная цепь постепенно заполняется электронами. В нейронах наблюдается сначала снижение, очень резкое количество электронов в электрон-транспортной цепи, и медленное увеличение. Здесь статистические данные показаны, что действительно это увеличение, оно статистически достоверно. То есть ответ у нас противоположный, при этом у нас очень похожая временная динамика. Изначально астроциты демонстрируют плавное увеличение в ходе всего периода локомоции в нейронах, сначала снижение и дальше плавное также увеличение до изначального уровня. И степень наклона для двух типов клеток не отличается. То есть принципиальный тайм-корс очень похож. Какое физиологическое значение может быть этому явлению? Почему заполненность электронов в электрон-транспортной цепи в астроцитах? Зачем это нужно? В чем смысл? Мы померили, это может приводить, перегрузка электронов в электрон-транспортной цепи может приводить к генерации активной формы кислорода. И мы померили генерацию активной формы кислорода с помощью сенсора на перекись Hyper7, экспрессировали его в митохондриях, астроцитах или в нейронах. И действительно во время локомоции мы видим, что увеличивается продукция перекиси в астроцитах, но не генеронов. Соответственно, мы можем сделать некоторые выводы, проделанные нами работой. Во время локомоции увеличивается активность в области соматосенсорной коры. Происходит увеличение метаболического ответа, метаболический демант увеличивается и сразу же снижается количество заполненных восстановленных светохронов в нейронах, но не в астроцитах. Это все в том числе связано с тем, что электрон-транспортная цепь нейронов, это известная из литературы, состоит из респиросом. Транспорт электронов очень эффективный и такой эффективный транспорт необходим для того, чтобы продуцировать эффективный АТФ. Известно для астроцитов, что они не настолько полагаются на окислительное фосфолизирование, а скорее на гликолиз. Их электрон-транспортная цепь разобщена, а транспорт электронов не такой эффективный. И мы видим, что это, в частности, мы это видим в наших данных, и видим, что результат этому продукцию увеличенной перекиси. Наши представления об этом, зачем необходима дополнительная перекись активной формы кислорода, мы думаем, что это связано с сигналингом внутриклеточным и, возможно, межклеточным. Но это уже для последующих исследований. Я хотела бы поблагодарить людей, которые участвовали в этой работе. Надежду Браже, моего научного руководителя Алексея Васильевича, который был вдохновителем всей этой работы. Конечно же, нашу финансовую поддержку, замечательного фонда «Идея». И большое спасибо за внимание. Я буду готова ответить на ваши вопросы от моей электронной почты. Всего доброго. Продолжение следует...